Всем привет! Сегодня у нас 16 августа. Начинает поспевать такой шикарный сорт персика Diamon Princess. Персик дал первое плодоношение на третий год от посадки. Вот такие вот у него плоды с хорошим румянцем уже вот можно сказать мягенькие. Только отошел сорт Red Heaven и начал поспевать Diamon Princess. Вот такие вот плоды у него. Сорт выведенный был в США. Сорт зимостойкий, неприхотливый, товарный, вкусный, практически без кислоты. Довольно сладкий. Дерево привито на подвое. Вот уже начали муравьи его шарахать. Дерево привито на подвое горький миндаль. Такие вот плоды. Тоже переспевший плод. Вот тоже грыз кто-то его. Наверно пчелы или осы. Тут муравьи, а может муравьи. Тут не гнеет, тут начинает уже. Это переспевшие плоды уже. На верхушке дерево. Вот такой сорт. Красивый цвет плодов. Вот так вот. Опушение незначительного этого сорта. Нужна нормировка урожаем, чтобы плоды были более товарных качеств. Я его подгрузил с легонца. То есть дерево не прям так, чтобы пошло сильно в рост. Надо было его чуть-чуть слабее грузануть. Это все от жадности. И вот тоже кто-то начал грызть его. Персик вкусный очень. Я пробовал, пару штук срывал. То есть сводющий. Так, сейчас его оборвем. Посмотрим. Он ветку даже плодик сломал. Посмотрим, какой у него вес на сигналках. Мягенький. Вот такой вот плод. Диамант принцесс. Кучеря Василистеев особо не поражается с минимальными обработками. То есть не подмерзает в моих условиях. Выращиваю этот сорт. Центральная Украина. Город Кременчуг. Кому интересно. Сейчас разрежем, посмотрим. Продегустируем уже этот сорт. Так, сорвал немного плодов этого сорта. Вот такой отрумянный. У него красивый. Может быть на солнышке. Полностью спелый. Удорвал даже веточкой повредил его. Давайте посмотрим, какой вес он плодов этих. Так, 176. 212. Это первые сигналки. Они могут не добирать конкретно свой вес в первые года. 152. 189. Вес. Вес шикарный. Так. Для первых. 161. 170. 157. 184. 170. Грубо, среднячок в этом году по сигналкам 170 грамм. То есть отдельные 200 грамм. 170. Ну да, грубо, 70 грамм. Сейчас разрежем, посмотрим, какая. Так. Здесь спелый разрезаем. Мякоть плотная такая чувствуется. Транспортабельный. Он спелый вроде как, но видно, что перевозком будет нормально. Тоже так вот. Легкое продавленное. Чувствуется, что он спелый. Но в то же время плотный. То есть не как вода. Ароматный сорт. Слышно запах. Хорошо. Вот такая вот красивая мякоть. Видно сочная. Диамон принцесс. Так. Еще один разрежем. Дольками. Так. Спелый, спелый. Спелый, спелый. Так. Давайте посмотрим, как он сочный или не сочный. Ну-ка. Еле надавлю, сок течет. Сока много. Так. Давайте попробуем на вкус. Косточка вот так отделяется. С мякотью чуть-чуть. Так. Попробуем сейчас вкус продегустируем. Мякоть сладкая. Чуть-чуть с волокнами. Маслянистая. Очень. Очень приятный вкус у этого персика и аромат. Такой легкий, легкий, непринужденный персиковый аромат во вкусе. Хотя вот сами плоды, когда пробуешь, нюхаешь, то слышно прям аромат. Опушения практически нету. То есть он замшевый. Волосни на нем нету сильно. То есть бывают такие сорта, которые неприятные, что он как стекловата. У этого сорта такого нету. Косточка довольно крупная. Ну-ка сейчас еще разлупать один. Попробуй. Более спелый. Ну, как он будет лупаться. Ого, сука. Так, ну, косточка у меня. Косточка вот в принципе свободная. В принципе свободная, слегенькая такой, остатком персика. Соковало. Сорт хороший, достойный, товарный. Как раз на это время сортов мало. Более товарных для рынка. Да и для себя. То есть по сорту, как бы, я думаю, что стоит его сажать. Не подмерзает, не подмерзал у нас. Ну и пишется в описании, что он как бы и устойчивый, и не подмерзает. Кучерявости листьев на нем я не видел с обработками. То есть вот такой вот небольшой видеообзор по данному сорту. Диамон принцесс. На середину августа. Кому понравилось видео, ставьте лайки. Не забывайте подписываться на канал. Будем снимать много других сортов. Думаю, будет интересно. Всем спасибо за внимание. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok